Hello, beautiful people! Cat Ken is in the house! И я предлагаю сегодня зайти к изучению, подойти, точнее, к изучению английского языка с другой стороны. Смотри, вот ты учишь со всех сил слова, чтобы понимать фильмы, сериалы в оригинале, чтобы понимать людей на слух. А как насчет переводить твои собственные мысли с русского языка на английский? Это тебе нужно для того, чтобы свободно на нем говорить. Чтобы не звучать как Google Translate, я предлагаю не переводить русские фразы дословно, а искать эквивалент. Ну что, поехали? Кстати, предлагаю тебе сейчас в комментариях написать твой вариант, как можно перевести на английский язык фразу поехали. Начинаем. Допустим, тебе нужно сказать да ладно, в плане, когда ты удивляешься чему-то. Можно использовать разные выражения, например, really? No way! Или get out! Это все да ладно в плане удивления. Если да ладно, ну как бы хватит уже, да, хватит, прекрати. Можно сказать come on, man, stop it! Уже совершенно другое выражение используется. Еще, если ты хочешь кому-то сказать, слушай, завязывай, да, хорош уже, хватит. Можно использовать слово enough. Или есть устойчивое выражение, которое очень часто можно услышать в фильмах. Pack it in. Pack it in означает все, завязывай, хорош, уже, хватит. Наша всеми любимая, ну не знаю, как вами, но мной точно, узбогойза. Тоже есть несколько вариантов, как это можно перевести узбогойза или давай, тише, 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 давай полегче. Вот эти все эмоции можно перевести фразой, например, calm down, это буквально, да, calm down означает успокойся. Либо, если кто-то, например, зашелся в эмоции или что-то резко начал говорить, или что-то очень эмоционально на что-то реагирует, можно сказать, давай потише, потише, не надо так возбуждаться. Есть замечательная фраза easy tiger. Я очень часто ее использую, кстати, по отношению к людям. Еще, например, наша любимая, ты прикалываешься, да? Если это вопрос, то можно сказать, are you kidding me? Или are you joking? А если это утверждение, нежели чем вопрос, например, ты прикалываешься, ты несерьезно сейчас говоришь. Можно сказать, you must be joking. То есть, ну, просто разные варианты, как это можно сказать. Если тебе нужно задать вопрос, ты серьезно? Естественно, можно использовать буквальное выражение seriously или are you serious? Еще есть устойчивая фраза are you for real? Are you for real означает именно это. Ты сейчас серьезно, ты вот серьезно сейчас со мной разговариваешь, правда? Вот такие эмоции можно передать. Ну и I don't get it, все знают эту фразу. Ее, в зависимости от контекста, мы переводим как я не понимаю, что происходит вообще, что здесь вот просто до меня не доходит. I don't get it. Еще, в чем смысл? Зачем все это? Зачем все это нужно? Я просто не понимаю. Вот это все можно перевести вместе, используя I don't get it в том числе. В чем смысл? Я не понимаю, зачем все это нужно. По-английски передается фразой Вот так передаем. Ну и, например, если тебе нужно сказать кому-то, особенно в смс-ках часто встречается, ну все, проехали, уже проехали, уже неважно, все, не надо. Это переводим фразой Never mind. Never mind означает уже неважно, проехали, все, другой раз. Еще одно очень во многих контекстах по-разному переводимое слово, которое можно перевести, например, Да мне пофиг, или делай твое, делай как хочешь, вообще мне все равно вот это все. Whatever. Наверняка много раз слышали где-то whatever, в зависимости от контекста, именно так, что давай уж сам решай, все, whatever. И очень такая употребимая сейчас фраза, особенно в интернете, я ору. Естественно, дословно ее переводить не нужно. В английском есть эквивалент, если что-то очень смешно, я ору, будет I'm dead. Ну и предлагаю закончить фразой, такой примирительной, которая означает, ну, в конце спора, да, давай каждый останется при своем мнении. Очень люблю этой фразой заканчивать любые дискуссии, дабы каждый все-таки смог свое мнение как-то удержать, и никто никого на свою сторону не склонял. Есть замечательное выражение Let's agree to disagree. Вот такие я пока сразу схода вспомнила фразочки. Если придумаешь что-то еще, какие-то еще фразы, которые бы ты хотел знать, как звучат на английском языке, естественно, пиши в комментариях, и не забывай про домашнее задание, как сказать по-английски поехали. Всем спасибо, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok